Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас всех здесь. В первую очередь хотела бы поблагодарить организаторам данной конференции. Для нас это честь присутствовать здесь. Собственно, моя тема была названа. Хотелось бы отметить, что наш институт, Украинский институт изучения Холокост-Таткума, был зарегистрирован, был создан еще в 1999 году. Тогда он, правда, получил название Центр Ткума, но уже с 2001 года, собственно, это уже общественная организация, которая занимается изучением и преподаванием истории евреев, еврейской истории и Холокоста. И в это же время началась работа над созданием музея памяти еврейского народа и Холокост в Украине, который был открыт в октябре 2012 года. Хочу отметить, что наш институт известен в Украине, уже за рубежом в том числе, благодаря нашим направлениям, научно-исследовательским направлениям, благодаря разного рода конференциям, образовательным семинарам, форумам, которые организуем мы, либо являемся одним из организаторов данных мероприятий. Также хотелось бы отметить, что мы публикуем огромное количество литературы, посвященной Холокосту в Украине и, конечно же, проблемам межэтнических отношений в целом еврейской истории. То есть здесь у нас достаточно много таких направлений, но, безусловно, основным приоритетным направлением является как раз Холокост. Холокост в Украине и Холокост в целом. Хочу отметить, что, собственно, мы не так давно организовали, скажем так, образовательные программы, которые способствуют лучшему закреплению, преподаванию, изучению Холокоста. И вот как раз перед вами примеры такого рода образовательных программ. Это мобильные передвижные выставки, так называемые спайдеры, которые раскрывают ту или иную тему. Понятно, что представить Холокост с помощью одного спайдера достаточно трудно, хотя мы это и сделали. Но, безусловно, важно каждый аспект Холокоста отдельно осветить. И, конечно, не всегда отмечу, что это возможно даже на таком довольно большом пространстве. Ну, собственно, перед вами вот несколько типов спайдеров. Обращаю внимание, что здесь они представлены на двух языках. На украинском, да, как государственном языке нашего института. И, конечно же, на английском. То есть это способствует продвижению данных образовательных программ в целом в разного рода институциях и так далее. То есть за рубежом. Ну и несколько моментов, касающихся каждого спайдера. Мы видим здесь в целом спайдеры, посвященные одним из аспектов Холокоста. Например, это Баби Яр, да, конечно же, событие, которое имеет прямое отношение к, собственно, к Холокосту в Украине. Да, это, к сожалению, такое вот символическое событие, да, которым характеризует в целом Холокост на территории Украины. Я хочу отметить, что для создания подобного спайдера и остальных были использованы архивные документы, материалы, фотографии из фондов, в первую очередь, нашего музея, музея Холокоста, а также из фондов разных зарубежных институций, конечно же, из института Ядвашем, из Бундесархива и других международных организаций. Итак, как мы видим, спайдер, посвященный Бабьему Яру, да, мы постарались передать всю основную трагедию того, что там происходило. Напомню, да, в течение только двух дней, 29-30 сентября 1941 года было уничтожено более 33 тысяч евреев. То есть это огромная шокирующая цифра, да, всего лишь за такой короткий промежуток времени было убито столько людей. Хотелось бы, конечно, отметить, что на территории Украины Бабий Яр в Киеве был не единственным. На территории Украины известно очень много Бабьев Яров, да, и, собственно, поскольку мы представляем вот еще город Днепропетровск, да, то на территории нашего города тоже был свой Бабий Яр, где было убито около 15 тысяч евреев. Конечно же, отмечу еще несколько вот такого рода плакатов, спайдеров. Это, конечно же, праведники народов мира. Мы не можем не осветить данный вопрос, да, поскольку Украина занимает четвертое место в мире в данный момент по количеству праведников. На территории Украины насчитывается более 2,5 тысяч людей украинского происхождения, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью. Конечно же, мы понимаем, что есть некоторые вопросы, да, вот связанные с праведниками, факты непризнания праведников, в том числе на примере митрополита Андрея Шептицкого и так далее. То есть такие моменты еще остаются спорные. Ну и, конечно же, еще некоторые моменты, касающиеся вот другим нашим направлениям. Да, я говорила о истории межэтническим отношениям, да, и вот как раз мы видим пример спайдера, посвященному данной теме. Это геноцид армян. Да, вот не так давно мы презентовали этот спайдер, да, как раз он был сделан, подготовлен к годовщине, да, этого геноцида. Который традиционно каждый год, 24 апреля, да, все международное сообщество, скажем так, признает. Так вот, также были задействованы разного рода документы. Причем, отмечу, что очень много документов было найдено на территории Украины, поскольку в годы геноцида армян, многие, скажем так, армяне спасались, да, спасались, спасались своей жизни и переезжали в другие страны, да, создавая своего рода диаспоры. Вот, кстати, на территории Украины известны такие диаспоры, и в частности, на примере города Одессы, у города Харькова, где были созданы довольно мощные такие вот центры, собственно, с которыми мы благополучно сотрудничаем, да, и благодаря которым мы получили вот эти вот данные материалы. В целом, хотелось бы отметить, что данные спайдеры, данные плакаты, да, вот они служат, конечно же, дополнительным материалом, таким больше вспомогательным материалом на разного рода семинарах, на разного рода конференциях, опять же, форумах, международных форумах, которые также проходят с учетом их. Но важно понимать, что это прежде всего визуальное средство, да, это визуальное отображение того, что происходило. Очень часто такие спайдеры используются также в музейно-образовательной деятельности, при проведении музейных уроков, да, в нашем музее в том числе. И, конечно же, отметим, что такие материалы помогают систематизировать, да, может быть, обобщить, а может быть, даже и конкретизировать определенные аспекты трагедии Холокоста. Ну и, конечно, дополнить имеющиеся какие-либо сведения о том, что происходило в те годы. То есть вот таким вот образом, да, но хочу отметить, что мы, конечно же, стремимся создавать все новые и новые проекты, да, в том числе и новые спайдеры, да, вот в данный момент мы работаем над, скажем так, больше региональной такой спецификой, как Холокост на Донбассе и Холокост на Винничине, да. То есть этим регионам мы отдельно посвятим такие программы, да, поскольку понимаем всю необходимость, связанную с этими регионами, проблемными регионами, да, в то время, в годы Холокоста. Ну, особенно в этом плане, наверное, показательный Холокост на территории Винницкой области, да, на территории которого было, собственно, две зоны оккупации, да, румынская и немецкая. И отобразить специфик Холокоста, который происходил в каждой из этих зон оккупации для нас, представляется очень важным, ну, в целом, скажем так, спасибо за внимание.